всем привет это история одного маршрута наконец-то очередь добралась до маршрутов коммерческого транспорта и сегодня я хотел вам рассказать про 34 автобус который относительно недавно прекратил свое существование но еще несколько лет назад он был довольно популярным их ходил часто соответственно так как речь сегодня пойдет о 34 автобусе я нахожусь на улице ленинского комсомола а почему это логично скоро расскажу наверное вы никогда не задавались вопросом какой же номер маршрута из диапазона коммерческий в рязани появился раньше всех в отличие от меня и с виду кажется что ответ на этот вопрос найти практически невозможно ведь когда начиналось бурное развитие маршрутных такси в понимании их нулевые годы это все происходило крайне сумбурно и скорее всего эти маршруты даже толком поначалу нигде не регистрировались а если учесть что первые коммерческие маршрутки появились еще в конце девяностых годов и они не носили своих собственных номеров а чисто номера дублирующих маршрутов автобуса или троллейбуса то все становится совсем проблематично но как показала практика ларчик просто открывался и первый номер маршрута из диапазона коммерческих который впервые был использован в рязани это 34 правда есть тут один огромнейший нюанс дело в том что этот маршрут впервые появился аж в 1962 году как так произошло скоро расскажу естественно это не был никакой коммерческий маршрут это был вполне себе обычный автобус который принадлежал на тот момент автоколонии 73 так или иначе в январе 1962 года запускается новый автобусный маршрут связавший площадь ленина и улицу 13 линия который сейчас называется улица островского данный маршрут прошел по улице ленинского комсомола и также есть некоторые сведения что проходил он по улице коммунальников сейчас это улица пушкина и не совсем понятно каким образом маршрут проходил заходил ли он через улицу гагарина или шел он например по улице третьей пригородной нынешней шевченко а потом шел по тому месту где как таковой проезжей части на данный момент нет но в конце концов уже в июле 1962 года этот маршрут был перенумерован в 10 до а до того он был 34 и этому не находится вообще никакого объяснения вот посмотрите это я собрал примерно схема автобусных маршрутов по состоянию на начало 62 года обратите внимание что у некоторых маршрутов номера есть и у некоторых нет при том у тех что номера есть они однозначные 34 в честь чего вдруг а самое интересное что информация о том что данный автобусный маршрут носил номер 34 я нашел всего в одном источнике хотя источников самих по себе не так уж и много тех времен поэтому можно сказать с уверенностью что 34 автобус был но я так думаю что это скорее какая-то внутренняя нумерация автоколонны которая в реальности или не использовался вообще или использовалась крайне редко вообще период с конца пятидесятых и по июль 62 года в плане нумерации автобусов крайне специфический и когда где буду делать фильм об истории рязанского автобуса я подробнее об этом расскажу там очень много странностей любом случае как я уже сказал в июле 62 года этот маршрут был перенумерован и стал десятым сам 10 автобус тоже довольно интересный маршрут он часто менялся но и сейчас у него довольно забавная трасса и что самое интересное есть некоторые специфические объяснения тому как та или иная трасса десятого автобуса образовывалась так что когда-нибудь к этому маршруту мы еще вернемся ну а теперь мы переносимся аж примерно в 2002 год и уже начну я свое повествование о коммерческом 34 который многие из вас застали 34 автобус был одним из первых маршрутов так называемого коммерческого автобуса уже на независимой от автоколонны 1310 основе если коротко то до того были коммерческие автобусы автоколонны 1310 и некоторые частники также брали у них автобусы в аренду и катали на каких-то своих маршрутах которые как правило тоже дублировали муниципалов примерно с 2002 года начали появляться уже чисто коммерческие маршруты на своих пазиках и 34 был в их числе ходил он от недостойва до центрального рынка что интересно ходил он с табличкой по маршрут 26 автобуса автобусный маршрут снискал огромную популярность в особенности если учесть что пассажиропоток из конищева в центр был большим и его 126 автобус не переваривал даже с кучи маршрутных такси он его не переваривал ну 34 автобус также часть пассажиров на себя взял что интересно там также работали автобусы большого класса пегаса которыми мы уже сталкивались в обзоре на 38 маршрут но проходили они там недолго и непонятно в каком количестве то есть они там в отличие от того же 38 не превалировали в основном там все равно были пазики когда в феврале 2007 года 26 автобус был объединен с 19 и получилось 17 автобус новоселов 60 до телезавода 34 автобус будучи изначально дублером 26 через некоторое время также был продлен до новоселов 60 34 автобус больше не являлся полным дублером того или иного маршрута муниципального транспорта потому что если 17 автобус был продлен по улице новой то 34 пошел через нити и являлся одним из немногих маршрутов общественного транспорта как такового проходившего именно через нити в отличие от некоторых других маршрутов коммерческого транспорта на 34 пассажиропоток всегда оставался очень высоким это помогло данному маршруту пережить сокращение коммерческих автобусов в середине десятых годов когда почти все коммерческие автобусные маршруты были закрыты ввиду того что пазики пришли в негодность надо было их как-то заменять денег особо не было а тут еще экономический кризис короче проблема на проблеме но перевозчики по 34 маршруту более-менее обновили свой автопарк и пазики там продолжали ездить исправно в довольно большом количестве правда иногда техническое состояние их вызывало нарекания то и дело попадались фотографии с пазиками по 34 маршруту которые кривые косые там чуть ли люди не вываливались оттуда в общем специфический маршрут в 2018 году 34 автобус вместе с 57 оставались двумя единственным более-менее часто ходящим маршрутами коммерческого автобуса в рязани на автобусах среднего класса 32 как-то не особо тогда хорошо ходил про сорок восьмой шестидесятый вообще говорить нечего а вот 34 можно было очень даже спокойно и быстро дождаться постепенно на 34 стал приходить и более новый подвижной состав это и паз вектор и паз вектор next и даже вот такая вот забавная штука под названием fox bus и на самом деле у этой штуке довольно печальная история она появилась на 34 маршруте в 2018 году и проездила около года довольно интересный автобус я вам скажу что он был довольно приличным опрятным у него был довольно интересный внешний вид и в целом там ехать было нормально как-то один раз мне удалось днем проехаться но в 2019 году он оказался в реестре угнанных автомобилей и по состоянию на март 2022 он по-прежнему в этом реестре находится так что судьба данного агрегата по-прежнему остается неизвестной с 2019 года положение дел на 34 маршруте начало ухудшаться ввиду того что 17 автобус как ни странно размножился на него пришел субподрядчик и он распался по сути на три отдельных варианта получилось так что один из маршрутов повторял довольно значительной своей частью 34 а именно часть 17 автобусов пошла в недостойво и единственное чем он отличался от 34 это тем что не шел через нити в итоге количество пассажиров на 34 маршруте значительно сократилось после локдауна после ограничений на 34 выпуск сократился еще сильнее там уже оставалось довольно небольшое количество машин по моему штук шесть в утренний час пик про работу вечером уже можно было забыть вообще сложно сказать что было последней каплей то ли все-таки ран транс добил 34 маршрут своим дублером виде 17 автобуса то ли смерть перевозчика в конце 2020 года в итоге весной 2021 года стало понятно что дни 34 автобуса за скорее всего сочтены и сочтены они сроком действия временного свидетельства июнь 2021 27 июня 2021 года стало для 34 автобуса последним днем работы правда тут возникла одна большая проблема дело в том что 17 автобус недостойво который довольно сильно давил на то чтобы 34 исчез исчез сам ввиду того что ран транс ушел из рязани и как итог у жителей недостойво исчезла связь с центром города по северной окружной люди потерявшие привычную и довольно популярную связь начали требовать 34 маршрут обратно но по некоторым причинам было решено пойти на довольно позитивный компромисс а именно был изменен 21 автобус который на тот момент вообще как только не меняли не пойми что из него сделано на тот момент он был дублером 16 троллейбуса вообще и чтобы его хоть как-то пристроить было решено пустить 21 автобус как 34 разве что пустив его чуть дальше до дпр 5 с конца августа 21 автобус стал ходить именно такой трассы а уже с начала сентября выпуск на нем составил примерно 10 15 машин что уже больше чем то что было на 34 во последние годы его существования так что в целом в этом направлении народ доволен но конечно в некотором роде довольно печально что маршрут с такой истории наверное одно из самых интересных из коммерческих автобусов все же прекратил свое существование хотя еще в 2018 я думал что он будет единственным который вообще выдержит я честно говоря не думал что 32 там станет гораздо лучше ходить что 30 вообще вернется но что есть то есть но на этом все